Здравствуйте! С вами Cinema Life и его ведущая Виктория. Сегодня нашей кинотемой станет Доктор Стрэндж, фильм, меняющий реальность. Созданием картины занимается компания Marvel Studios. Права на распространение имеет Walt Disney Studios Motion Pictures. Эта картина станет 14-м фильмом кинематографической вселенной Marvel, а также вторым фильмом третьей фазы. Задумка перенести Доктора Стрэнджа со страниц комиксов на большой экран появилась еще в 1980-х годах. Однако проект неоднократно откладывался, вплоть до того момента, пока Paramount Pictures не приобрела права на персонажа от имени Marvel Studios. В начале 2010 года Томас Дин Данелли и Джошуа Опенхаймер занялись сценарием к фильму. В 2014 году начался кастинг на главную роль, которую получил Кембербэтч. Главные съемки начались в ноябре 2015 года в Непале, а закончились в апреле 2016 в Нью-Йорке. Итак, обо всем по порядку. Первая экранизация комиксов о Докторе Стрэндже вышла в 1978 году и представляла собой телевизионный фильм общей длительностью в 93 минуты, где главную роль исполнил Питер Хуттен. Из-за низких рейтингов дальнейшее развитие проекта было прекращено. В 1986 году планировалось первое производство фильма о Докторе Стрэндже, режиссером которого должен был стать Боб Гейл, но съемки так и не начались. 21 сентября 2012 года американский писатель Джордж Мартин, автор цикла романов в жанре фэнтези «Песня льда и огня», выразил желание написать сценарий к фильму. Студия дала отказ ввиду того, что Мартин собирался отградить Стрэнджа от персонажей других фильмов киноматографической вселенной, а также требовал заключения контракта, согласно которому сценарий, написанный им, не может быть изменен, а франшизу никогда не будут перезапускать. В апреле 2014 года Файги заявил, что Доктор Стрэндж станет дверью в киноматографическую вселенную Марвел. Эту идею он обосновал в июле 2014 года. Я только что посмотрел сериал «Космос» Нила Декса Тайсона, который просто восхитительный, и он просто галлюциногенный. И мы собираемся также поэкспериментировать с этим, в попытке объяснить, как волшебники делают то, что они делают. В июне 2014 года стало известно, что режиссером станет Скотт Дерриксон. В своем интервью с Джобла Дерриксон признался, «Я очень сильно хотел этого, больше, чем какой-либо проект, за которым я гонялся. Я чувствовал, что должен сделать все, что в моих силах, чтобы получить его. Честно говоря, я просто чувствовал, что я именно тот, кто должен сделать его». По словам Кевина Файги, Доктор Стрэндж будет построен на магической теме, как Стражи Галактики раскрывают космическую тему, а Мстители, Вторая война, политические конфликты. Основные съемки начались в Непале 4 ноября 2015 года под рабочим названием «Шахимат» в окрестностях долины Катманду. Съемочная группа посетила храмы Пашунацинадхи и Сваймбунатхи. Впоследствии съемки проходили на территории Тамеля, новой дороги в Катманду на площади Дурбана в Потане. В ноябре 2015 года съемочная группа переместилась в Рангросс Студио с Великобританией и оставалась там вплоть до марта 2016 года. Часть сцен снимались в Нью-Йоркской адской кухне, в то время как некоторые дополнительные сцены были отсняты в Пейнвуд Шепартон и Шепартон Студио с Великобритании в декабре 2015 года, а затем перенеслись в Лондон и Гонконг. С апреля 2016 года съемки проходили недалеко от Флэнтон Билдинг в Нью-Йорке. Основные съемки завершились 3 апреля 2016 года. А теперь о ролях Бенедикт Кэмбербэтч Стивен Стрэндж. По словам Кэмбербэтча, до съемок он не был знаком со своим персонажем, но после получения сценария начал активно читать комиксы о нем. На вопрос, использовал ли Кэмбербэтч в реальной жизни какие-то мистические приемы, он ответил. Я много медитирую. Это очень полезное занятие, с помощью которого я смогу успокоиться, отвлечься от моей насыщенной жизни, сфокусироваться на том, чтобы стать более добрым, внимательным к другим личностям. Я многому научился в Дарджелинге, в Восточной Бенглии, прямо на границе с Непалом. Я жил с тибетскими буддистами в непальском доме в Индии с видом на Бутан. Для меня это стало глубоким сознательным опытом в очень раннем возрасте. Я пытался сохранить воспоминания об этом на всю свою жизнь. Кэмбербэтч признался, что с осторожностью подходил к изображению жестов и движений персонажа. Так, мне нужно продолжать тренироваться становиться в эти позы, кидать заклинания, колдовать с рунами и прочие вещи, которые он делает. Наверное, будет много раздумий и интриг относительно того, как лучше расположить этот палец вместо того, чтобы сделать так или вот так. Чиветел Эджефор, Карл Мордо, бывший ученик старейшины, наряду с доктором Стрэнджем. В фильме персонаж не будет однозначным злодеем и объединит в себе характеры нескольких других персонажей из мифологии Стрэнджа. Эджефор отметил, По поводу отношений между Мордой и Старейшиной, Эджефор сказал, Они за многие годы сильно привязались друг к другу, но у каждого сложилось собственное впечатление о другом. Когда Мордой и Старейшина встречают Стивена Стрэнджа, они оба воспринимают его как сильного союзника, которого можно переманить на свою сторону. Он становится своеобразным оружием для каждого из них. Рэйчел МакАдамс, Кристин Палмер. МакАдамс играет коллегу-хирурга Стрэнджа. Я связующее звено Стрэнджа с его старой жизнью. Я в коем-то смысле краеугольный камень его старой жизни до тех пор, пока он не становится магом. Я связана с ним в начале и в конце. Я помогаю не потерять ему связь с собственной человечностью. Мац Миккельсен, Келиций. Миккельсен исполнит роль главного антагониста фильма. Исполнительный продюсер Кевин Фагги заявил, Его персонаж — колдун, основавший собственную секту. Он думает, что старейшина защищает Землю в своих целях, и что нам всем было бы лучше, если бы мы впустили в наш мир других существ. Миккельсен добавил, он не злодей, он человек с отличающимися от героев взглядами. Это не значит, что он не хочет сделать планету лучше, или не хочет спасти мир. Но у него другой способ решения этого. Конечно же, антагонист, но обязательно плохой человек. Тильда Суинтон, старейшина, тибетский мистик, ставшая духовным наставником Стрэнджа, обучающим его магии на пути становления верховного мага. Выбор Суинтон на роль персонажа, который чаще всего изображался как тибетский монах, вызывал негативную реакцию со стороны общественности. По словам актрисы, ей никогда не предлагали сыграть персонажа азиатского происхождения. Доктор Стрэндж выпущен в прокат 28 октября 2016 года в Великобритании. В этот же день он появится и у нас в Украине. Ждем вас всех на премьерный показ в Материк Кино. Всем приятного просмотра. Ждем новых премьер и нового выпуска. С вами были Cinema Life. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!